Но в целом, как лично я понимаю, типа, потом все это поправили, потом все стало нормально, и это вообще новость от многих, разумеется, воспользовались всем этим багом, накупили уже там много всего, появлялись сомнения, мол, типа, а нормально ли они будут все это делать, и не нормально ли они будут все это делать. Я всегда говорил, что баги, лаги, фризы и все вот эти вот прочие вещи на GTA-самповских серверах, это все слишком дофига, что доната у чуваков слишком дофига, а денег у них не прибавилось, то есть, ну, если вам удалили аккаунт, то вы сами виноваты, вы должны были, когда обнаружили весь этот баг, но люди предпочитают обо всем этом не рассказывать, как-то вот это вот все в теневую делать, думая, что их никто не найдет, и, разумеется, их нужно было продавать вот прям как только они у вас появились, как только вот это вот все произошло. Давайте сейчас более подробно ознакомимся с тем, что же случилось. Изи бабки нафармили, пишет, вчера игроки нашли еще один баг, донаты, верты, все вот это вот тампана покупали, все вот это прочее сделали, что случилось с экономикой. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP, вся дополнительная информация в описании. Что-то в последнее время все как-то плохо у Diamond RP, после того, как их продали выходцам с Arizona RP и с Evolve RolyPlay, опять-таки мы не знаем, что это за выходцы, мы не знаем, что это за люди, что они вообще там делают, что там вообще происходит и так далее. Тем не менее, вот у них сейчас проект, и они начали делать обновления. Давайте сейчас более подробно ознакомимся с тем, что же случилось. После субботнего обновления Diamond RP, игроки обнаружили баг наверты в обновленном режиме OG, если честно, я не знаю, что это такое и даже знать, наверное, не хочу, куда были добавлены новые настройки для создания матчей. Достаточно было создать матч со ставкой в 100 долларов и после принятия ставки оппонентам значительно увеличить ее. В итоге, в конце игры победитель получал увеличенный выигрыш, а у его оппонента ничего не снимало. Изи бабки нафармили, пишет, видимо, Ромка Злобин из LifeSamp. И, вроде как, потом этот баг поправили, потом, вроде как, типа, все случилось нормально у них и так далее. Чуваки в комментариях пишут, мол, сразу видно, Arizona abnoo делала. И чел пишет, типа, чел, при чем тут Arizona этот Diamond делал? И, типа, там, опять-таки все эти конфликты, все вот эти вот прочие вещи, все вот эти токсичные комментарии, как любят говорить GTA, сам ютубер и все вот это вот прочее там происходит. И чуваки такие, типа, блин, что же там происходит такое, что же там, блин, какой Вольф, какой Arizona RP, что вообще там, если это Diamond Roleplay? Но, в целом, как лично я понимаю, типа, потом все это поправили, потом все стало нормально. И это, вообще, новость от 7 декабря. Уже с 7 декабря столько времени прошло, столько всего. Но потом выходит еще одна новость. Разработчики Diamond Roleplay сейчас, скорее всего, работают еще больше, чем до выхода обновления. Вчера игроки нашли еще один баг, с помощью которого можно оформить кучу доната. Чем они и занялись. Баг был связан с продажей на рынке сертификатов. Игрок выставлял на рынке сертификат, а затем открывал меню и переводил этот сертификат в донат. Но сам сертификат оставался на продаже, и его мог купить подельник, с которым можно было это проворачивать бесконечно. После утреннего рестарта баг исчез, но остался в наших сердцах. И в целом сейчас вот многие люди пишут, мол, пиздец, да вот пока Тони Баррэйра, Тони Батори, вот вообще Александр Степанов был, у руля проекта такого не было. И то, что, мол, вот там пришли вот эти вот царизоны с Diamond, с прочих проектов. Чуваки, они все это испортили, все поломали. Теперь на Diamond играть просто невозможно. Что же они наделали, что же случилось и многое другое. Многие, разумеется, воспользовались всем этим багом, накупили уже там много всего. И многие, опять-таки, не те игроки, которые вот эти вот многие, а вот многие с моего канала, смотрящие данный видеоролик, могут спросить, а что же стало с людьми, которые набагали вот эти вот все донаты, верты, все вот это вот там понапокупали, все вот это прочее сделали. Что случилось с экономикой, что случилось после рестарта, как вообще всех их вылавливали, что вообще там было. И многое-многое другое. Вообще, много всего там было, но, разумеется, я думаю, что всем понятно, что аккаунты всех этих чуваков удалили. Тут можно долго спорить, мол, а правомерно ли все это удалили, а не правомерно ли все это удалили. Типа, разработчики же сами виноваты, что вот этот вот весь баг допустили. Разработчики же сами все это сделали и так далее. Но, в целом, у людей уже вот даже до этого, до вот этой вот всей новости, до вот этих вот всех вещей, появлялись сомнения, мол, типа, а нормально ли они будут все это делать, Какие вообще будут обновления выходить, что вообще будет с проектом и так далее. И вот сейчас, после всего этого, разумеется, многие люди сделают для себя выводы. Однако, как я говорил в предыдущих своих видеороликах, когда-то там давно, когда я там все вот это вот рассказывал, когда я там все вот это вот делал, Я всегда говорил, что баги, лаги, фризы и все вот эти вот прочие вещи на GTA-самповских серверах, это все, ну, как вам сказать, это все нормально. Все таки должно быть. Разумеется, они должны были все это дольше потестировать, разумеется, они должны были там как-то все эти баги выявить, Но некоторые баги могут найтись лишь вот при большом онлайне, и только вот тогда все это найдется, тогда вот они обнаружат, что вертов у чуваков слишком дофига, что доната у чуваков слишком дофига, а денег у них не прибавилось, и все вот это вот прочее. Но, разумеется, люди могут считать так, как им угодно и многое другое. Лично же, я считаю, что вот эти вот все баги и с вертами, и с прочими вещами, и вот это вот последствия удаления аккаунтов, это, ну, в порядке вещей и в целом так и должно быть. То есть, ну, если вам дали аккаунт, то вы сами виноваты, вы должны были, когда обнаружили весь этот баг, либо не пользоваться им, либо написать администрации, что вот я нашел баг, что вот это вот все я сделал. Может быть, вам бы дали даже какую-то вот награду за то, что вы все это нашли, за то, что вы обо всем этом рассказали. Может быть, было что-то вот такое. Но люди предпочитают обо всем этом не рассказывать, как-то вот это вот все в теневую делать, думая, что их никто не найдет, думая, что все будет нормально и так далее. И вот результат всего этого, всего того, что люди уверены, что вот с ними все будет хорошо, Что вот никто их не заметит, никто их не спалит И они смогут заниматься всеми этими вещами еще очень-очень долго И, разумеется, обеспечить себе безбедную жизнь на Diamond Roleplay Может быть, они еще рассчитывают на то, что все эти верты впоследствии можно будет продать И, разумеется, их нужно было продавать вот прям как только они у вас появились Как только вот это вот все произошло Помню на Самперпе, вот когда только добавили вот эту вот всю игру покер Там многие тоже успели каким-то образом набагать вертов Я не помню, в чем там заключался баг, но баг был И, в целом, баги это нормальная практика везде Вообще, ошибки это нормальная практика Главное, уметь их признавать, главное, уметь за них отвечать И главное, то есть, все это быстро, оперативно исправлять И вот чуваки с Arizona RP и с Evolve Roleplay, которые сейчас управляют Diamond Roleplay Вот видите, как неудобно А если бы я знал имена этих людей, я бы мог сказать, что, мол, вот этот вот чел и вот этот вот чел Они знают, что они вообще делают, они знают, чем они занимаются И вообще, типа, им можно доверить А тут мне приходится говорить, мол, выходцы с Arizona RP, выходцы с Diamond Roleplay, выходцы с прочих проектов И не особо удобно Разумеется, хронометраж тянется, вода в видеороликах возрастает И, в целом, не особо, конечно, все это хорошо Однако, я думаю, что, ну, типа, баги это нормально И когда их исправляют, это тоже нормально И когда удаляют аккаунты за баги, это может быть неприятно людям, которым удалили аккаунты Но, что ж, поделать, такие уж правила у чуваков с Diamond Roleplay, да и вообще у всех чуваков на всех GTA-самповских проектах Однако, ладно, я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все прочие вещи Они находятся в описании В том числе ссылочка на мой телеграм-канал, в том числе все прочие вещи там тоже находятся Заходите, ознакомливайтесь и узнавайте все это там До свидания и пока Субтитры сделал DimaTorzok